В своё время, чтобы поддержать модель Countryman, ралли-рейдовая команда X-Raid отказалась от прототипов, стилизованных под BMW X3, пересев на машины, оформленные под мини. А теперь специи из X-Raid взялись за переделку вполне стандартного миника. Если отбросить логотипы чёрного цвета и эффектные оранжевые полосы, то кроссовер от именитой конюшни отличается крутыми колёсами и переработанной подвеской. Благодаря этим мерам клиренс увеличился сразу на 4 сантиметра. Для перестройки ателье готово взять любой двухлитровый полноприводный Countryman. Стоимость работ обсуждается индивидуально, так как команда готова предложить не только оригинальную ходовую, но и множество других опций. Может ли заказать такую доработку клиент из России, не сообщается. Продолжая тему кроссоверов, компактный Jaguar E-Pace пережил масштабное обновление. Главной новостью стала смена платформы, которую уже пережили родственные Land Rover Discovery Sport и Range Rover Evoque. Внешность изменилась точечно. Рестайлинг ограничился заменой бамперов и решётки, а также установкой светодиодной оптики. В салоне прописалась современная медиасистема, ради которой пришлось перекраивать центральную консоль. Вдобавок интерьерщики внедрили новые руль, селектор трансмиссии и панель приборов. Плюс те детали, которых чаще всего касаются водитель и пассажиры, теперь выполнены из мягкого пластика. И, конечно, англичане не забыли поставить зеркало-монитор. Из набора двигателей прежней осталась только двухлитровая бензиновая турбочетвёрка, для которой отныне доступен мягко-гибридный довесок. Полноценный подзаряжаемый гибрид также имеется, но для нас это не актуально. В Европе приём заказов на обновлённые кроссоверы уже открыт. Там продажи начнутся зимой, у нас немного позже. В нынешней версии младший из Ягуаров предлагается по цене около 3 миллионов рублей. К вечно молодому Infiniti QX80 можно подступиться, имея не меньше 6 миллионов рублей. Притом до недавнего рестайлинга, который только освежил интерьер, цены были ниже на четверть миллиона. На центральной консоли теперь присутствует пара сенсорных дисплеев, верхний из которых отвечает за навигацию. За нижним закреплены управление микроклиматом, аудиосистемой и настройками автомобиля. Плюс немного изменился центральный тоннель.